КОПИРАЙТЕ Давайте, для тех, кто, может быть, не знает, в двух словах можете как-то охарактеризовать ту музыку, которую вы исполняете? Ну, наверное, можно ее назвать очень мелодичной и эмоционально насыщенной такой. Ну, в первую очередь это рок-музыка, но, тем не менее, у нее очень много почитателей не только рок-музыки, она такая. Мы любим использовать акустические инструменты, у нас играет прекрасная артистка, вот. Вот, и она такая музыка для души и для головы подумать тоже. Я думаю, хорошо представит эту музыку ваш клип, который вы привезли, и мы сейчас можем его посмотреть. Да, это наш авторский клип, то есть он сделан нашей группой, и он, к сожалению, весь не влез, потому что он 9 минут, и его никогда по телевизору не покажут. Но его можно полностью посмотреть на нашем сайте, официальном Rain in UA. Вот, а это нарезка фрагментик, чтобы можно было понять приблизительно. Это из нашей последней студийной работы. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим двух минут, и клипы вернемся для разговора в студию. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень серьезная такая музыка. Мои перчатки карнавальные подходят абсолютно, мне кажется, полностью под настроение вот такое, вот какое-то музыкальное. А вообще, как проходят ваши концерты, вот в такой атмосфере, или есть что-то немного вот какого-то веселья, карнавального перья, пух, девушки в коротких платьях? У нас очень много песен, у нас довольно грустных. Можно сказать, что у нас музыка по настроению такая осенняя, вот, поэтому мы пытаемся воссоздать такую вот осеннюю дождливую атмосферу на концертах. У нас даже, когда у нас был сольный концерт, однажды мы, я помню, собирали, ну, собрали друзей, собирали в мешки осенние листья, и потом украшали весь зал, раскидывали листья по столам, там, цветы, свечи расставляли везде. У нас очень любим свечи расставлять на концертах, ну, чтобы создать домашнюю уютную атмосферу. То есть у нас не веселье, у нас, скорее, домашний уют. То есть, послушайте, лучше слушать осенью все-таки, да? Лучше слушать в любое время года. А бывает, летом хочется немного осени, ты понимаешь, настроение ошибено у женщины. Да, настроение разное бывает. Оно переменчивое. Но дело в том, что, как бы, музыка у нас со временем меняется, и сейчас, я думаю, вот у нас появляются новые краски в творчестве, и сейчас концерты у нас проходят, ну, может быть, в немного другом ключе. А по поводу карнавальности, вот нам даже один раз было такое предложение, нам написал менеджер, я не помню точно, какой-то восточной танцовщицы, предлагали нам сделать совместный номер, чтобы мы вживую играли, а она танцевала, и это могло быть что-то таким, но, к сожалению, дальше, чем переговоры, ничего не продвинулось. Вот, но, тем не менее, вот даже такие предложения были. А на концертах вообще... Ассоциируется меньше с востоком, больше как-то вот с какой-то там северной такой вот, да, ну да, мы тоже немного удивились, поэтому нам было интересно, куда это может зайти, в итоге никуда не зашло. Но зато на концертах сейчас можно найти что-то новое. Вот у нас появляются мажорные песни там, которые мы готовим на следующий альбом, и такое. Стараемся делать музыку разнообразнее, интереснее. Ну, мы планируем добавить визуальный ряд с концертом, то есть очень бывает, что группы делают визуальный ряд и играют, и на проекторе показывают какое-то видео, которое соответствует музыке. Скажите, сегодня что-то будет, какие-то изюминки в вашем выступлении намечаются? Нет, к сожалению, сегодня, ну как, так скажем, особых изюминок не будет. Главное изюминки будет ваша музыка, да? Да, это наша новая программа, которую мы играли только один раз в Киеве на сольном концерте. Вот, собственно, представляли нашу последнюю студийную работу. Это наша новая большая 2,5 часа музыки, серьезная такая и очень цельная и хорошая. Вот, да, мы используем там специальные атмосферные штучки, чтобы добавить всякие. Но пока видеоряд у нас по техническим причинам мы его пока еще ни разу не успели использовать, но может быть на следующем вот Киевском начнем. И мы даже посмотрели, что вот в этом клубе копирайт, там очень хорошее место как раз, чтобы пустить туда видеоряд. И я думаю, в следующий раз мы обязательно приедем сюда с проектором и сделаем, что намного красивее. Как назывался вот этот клип, который мы только что видели? Клип «Светанок», песня «Светанок», это наш сингл последний, который мы выпустили буквально. И клип реально длится 9 минут, да? Да, ну без титров 8,5. А вы понимаете, что на музыкальных каналах? Мы никогда его не метили на музыкальные каналы, это, знаете, как крик души автора, вот эта песня, на которую сам автор захотел снять клип, придумал его и снял. И мы никогда вообще вряд ли будем метиться сильно на радио, потому что большинство песен у нас длится 6 минут и более. Вот. Мы, тем не менее, делаем радиоверсии и пытаемся пробиваться, но с нашим радио это как-то плохо получается. Но это не основная цель, да? Это, знаете, как, если делать клипы и творчество визуальное только для того, чтобы пройти с ним на телевидении, мне кажется, это неправильная мотивация, потому что здесь была, на самом деле, клип очень сюжетный, он может восприниматься как небольшой короткометражный фильм. И вот просто хотелось донести мысль, которая в нем заложена, и поэтому сделать это короче, чем 8 минут не получилось. Вы спеваете суто наукраинской мове, но разговариваете на российском? Нет, нет, нет. Мы можем разговаривать российской, но украинской, извините. А спевать на российский? Спевать мы тоже можем, но мы не пишем свои песни. Выключно украинской? Я думаю, это, я думаю, наша принциповая позиция гурта, которая никогда не изменится. Я очень надеюсь на это. Английской? И английской тоже очень вряд ли. Можливо, когда-то, но я не вижу в этом сенсу, потому что украинская мова, мы сможем написать на ней намного лучше, и она намного интересна для поэта, как на меня. Она очень мелодичная, она намного лучше подходит нашей музыке просто по своему звучанию. А по-русски мы в жизни можем говорить просто потому, что у нас большую часть нашего сознательной жизни, нас окружали русскоязычные люди. Но, тем не менее, нам интересно писать музыку. Кто является вашими вдохновителями? Какие коллективы, может быть, какие исполнители? Ну, вдохновители в основном... Есть несколько групп зарубежных, тоже не очень известных. Есть группа, которая называется Анафема, есть группа My Dime Bright. Но они, все наши вдохновители, они в основном известны узкому кругу слушателей, потому что они тоже играют довольно специфическую музыку. Такую обычно на телевидении не увидишь и правильно не слушаешь. Даже не в вдохновителях, а просто в том, что мы, наверное, стараемся писать, создавать новое искусство, которое не ограничено какими-то рамками. И поэтому, скажем, вдохновители это скорее просто группы, которые нам нравятся. Но, тем не менее, это не значит, что они как-то сильно будут влиять на то, что мы пишем. Потому что каждый член у нас в группе слушает абсолютно разную музыку. Это очень обогащает, скажем, нашу музыку, за счет того, что каждый слушает что-то свое, у каждого свое восприятие музыки. Когда мы вместе все это собираем, единое целое, получается... Ну, это, я так понимаю, не совсем диаметрально противоположное, да? Нет, не совсем. Но, тем не менее, очень как бы разные направленности. И, в целом, мы делаем что-то новое, и поэтому оно звучит интересно и свежо, я думаю. Ну что, спасибо вам огромное за то, что пришли. Давайте еще раз скажем, где вас можно будет услышать сегодня. В Копирайте. Клуб Копирайт, 8 вечера, приходите. Будем очень рады видеть. Спасибо большое. Надеемся, вам у нас в городе понравится. У нас в гостях был коллектив «Обейм и дождь». Спасибо вам огромное, ребята, за то, что пришли к нам в гости. Спасибо. Ну, а мы, я предлагаю, предлагаю сейчас добавить немножечко веселья и вернуться в Бразилию и насладиться бразильским карнавалом. А после этого мы вернемся и продолжим наше общение. Спасибо.